Девушки отдыхают Тему, которая была в нём освещена И обсудить как-то Дигнитас и так далее Но я, если честно, не знаю Стоит ли это делать Во-первых, потому что я не знаю, насколько это интересно И во-вторых, я не знаю, как это делать Я не знаю, как это делать Это тема 18+, и прям такой жёсткий 18+, но не об этом Знаете, любовь — это такое чувство, оно неосезаемое Оно безграничное, оно не имеет ни границ, ни правил, ни формы, ничего И вот человек его просто чувствует Он иногда ему поддаётся, как вихрю Иногда это чувство более устаканенное, более конкретное Вы ему можете даже как-то описать Но в любом случае это чувство Оно неконтролируемое И самое главное, ему нельзя дать определение Нельзя сказать, что при вот этом, вот этом, вот этом и вот этом условии Это любовь, но если добавляется это и это условие То это уже не любовь, это какое-то другое понятие Нет Это понятие, о котором говорят все Они его чувствуют, практически все, да Но при этом никто не может сказать, что это И никто не может его показать, как это конкретно И вот самое страшное во всей этой истории В общем, то, из-за чего я всё поднимаю Что мне кажется, что у любви, наверное, всё-таки есть граница Наверное, они всё-таки есть Но иногда ведь бывают такие ситуации, в общем-то Которые были описаны в этом фильме Терри Пратчет, выбирая смерть и фильмы «Любовь» Когда ты не чувствуешь эту границу Ты на ней стоишь Особенно это касается фильма «Любовь» Вот ты просто на ней стоишь И то, что ты делаешь, уже на грани И как? Как понять, любовь или это Или это уже какое-то другое чувство Какое-то неправильное Я не знаю Меня просто очень задел фильм Терри Пратчет «Выбирай смерть» И просто после этого фильма Это документальный фильм BBC С Терри Пратчетом и так далее Я просто вспомнила любовь И насколько он меня просто поломал Но то, что было Писано Терри Пратчет Там была Дигнитас Я не буду сейчас вам говорить, что такое Дигнитас Если вам это интересно, ему больше 18 лет Прочитайте, вы тут же поймете, что это Или если вы читали «До встречи с тобой» книгу Вы тоже знаете, что такое Дигнитас Но в любом случае, когда человек обращается туда Он уже сделал свой выбор Он больше не хочет жить Но у него есть семья У него есть жена И вот фильм от BBC Это было показано Когда Терри Пратчет присутствовал Дигнитас, когда там был мужчина и его жена И она сидела рядом И держала его за руку И она его любила Она его любила больше жизни Она была готова ради любви убить двоих Просто в том смысле, что один уходит сам по себе И это было неизбежно Он был смертельно болен Вторая просто внутри Ну это смерть Это внутри смерть Она внутри совершенно другим человеком стала Потому что принять тот факт, что его не будет И это конкретное число Это конкретная дата И ты об этом знаешь И ты даже когда утром прихорашиваешься То ты знаешь, куда ты идешь Я не считаю это проявлением жестокости Я сразу хочу сказать Но во мне это поднимает вопрос Что это? Это высшая степень проявления любви Это границы любви Есть ли она этой границы? Должна ли она быть? Но единственное, что я знаю точно Больше всего на свете Я не хочу оказаться ни на месте жены Ни чтобы мой муж оказался на месте Противоположном То есть там, где была жена героя В Дигнитес Ну, в Терри Пратчетт Там не об одном человеке история Там о трех людях, обратившихся туда И Терри Пратчетт принимал как раз решение Обращаться ему или нет Но сам факт Есть ли эти пределы? В чем они? И знаете, в нашей жизни И очень много аспектов Аспект здоровья Оп, одна граница Аспект общения с другими людьми Раз, другая граница есть За которую уже нельзя переступать Закон Есть третья граница Переступая через которую Я просто не Ну, я имею ввиду, что Да, там Бодний Клайд Да Вот Она была на грани? Она была за гранью? Или она вообще эту границу не видела? И это не касается именно женщин Или мужчин Это в принципе На любом из этих мест Может оказаться любой пол Но суть в том, что Границы же есть, скорее всего Но они настолько Знаете, это как Когда я имела Мелом лесу Границу Потом ее затирают И вот ты ее как бы видишь Но она из там, не знаю Двухсантиметровой Превращается в десятисантиметровую И вот у тебя есть десятисантиметров И вот по сути Все равно Граница-то остается Где-то посередине Ты можешь за нее легко переступить И тебе кажется Что ты все еще на грани И как их определить для себя Как уметь вовремя Остановить свою вторую половину Или Как все-таки суметь вовремя Сказать хорошо ему И дать ему возможность Сделать свой выбор Или как вовремя отказаться И может быть даже уйти Где эта грань? Как ее определить? Я понимаю Все это довольно странно Мне в принципе Всего-навсего 24 года Вся жизнь впереди Ситуации какие-то впереди Что-то уже пережито Какие-то ситуации Ну слава богу Гораздо легче И гораздо проще Но Почему-то меня вот Эта тема Она меня настигла Именно сегодня Именно сейчас И все вот эти Оба, вернее, эти фильмы Они мне попались в разное время Я абсолютно уверена Что любовь я посмотрела Слишком рано И она действительно Что-то во мне Поломала В нехорошую сторону То есть я не просто Его поняла Я в каких-то местах Надломилась Для меня было что-то шоком Наверное, Терри Пратчетт Убирая смерть Попался мне вовремя Раз он мне дал Пищу для размышлений Я просто задумалась После него Он меня не ужаснул Он меня заставил задуматься Но в любом случае Это вопрос, на который Невозможно найти ответ Вот так вот рассуждая И сказать наперёд Как бы сделал ты В этой ситуации Ответ на этот вопрос Можно дать Только находясь В этой ситуации И самое ужасное Что нет никаких шансов Узнать в этой жизни Правильно ли ты дал ответ Правильно ли ты сделал выбор Остался ты на грани Или ты вышел за эту грань Увы Человек делает выбор И никогда Никогда в жизни Не узнает Был ли он прав Потому что сомнения И а если бы Останутся с ним навсегда Я наверное Не до конца Понятно выражаюсь Потому что Мои мысли основаны На двух этих фильмах О которых я не хочу говорить Не хочу их озвучивать Но возможно В целом Будет как-то понятно Просто Я настоятельно Рекомендую Что И любовь И телепрочис Выбирая смерть Смотреть не то что 18 плюс Наверное 21 плюс И не смотреть Женщину в плане В положении Морально Или психологически Неустойчивым людям Или очень чувствительным Или ранимым людям Ну правда не надо Но я думаю О границах любви О границах любви Задумываясь О каждой из нас И эта тема Просто настолько часто Поднимается И в книгах И в фильмах И в жизни Как я сказала Я сказала Даже тот же самый Бонни и Клайд Вечный И понятный И избитый Даже в каких-то вещах Он тоже об этом Тоже об этих гранях Об этих границах Вернее В общем да Пишите пожалуйста Какие-то свои мысли Внизу в комментариях Меня просто Все это Очень сильно задело Спасибо вам за внимание До встречи в новых роликах Пока